Фельдшер, физиотерапевт, кардиолог, эндокринолог. В этом году Рязанский медицинский университет выпускает более тысячи специалистов. По программе высшего образования вуз окончили более 700 человек. По программе среднепрофессионального образования около 20. Еще более 360 студентов закончили РСГМУ по 46 программам ординатуры. Законодательство это позволяет и мы сейчас имеем право, наши молодые специалисты имеют право сразу после окончания университета выйти работать в систему практического здравоохранения, будучи аккредитованными специалистами. Сейчас как раз аккредитация специалистов заканчивается и мы уже будем выпускать ребят и с дипломом и со свидетельством об аккредитации. Кристина Каноник закончила РСГМУ с красным дипломом. В понедельник она уже выходит на место работы, станет педиатром в первой детской поликлинике. Выбирала долго, ведь предложений было достаточно. Окончательно определиться помогла ярмарка вакансий, которая традиционно проходит в Рязанском государственном медицинском университете. Кристина отмечает, что дети это отдельная область здравоохранения. У них все может меняться с течением буквально нескольких часов. У них несовершенные все системы организма и поэтому еще более ответственно. Ну и отдельная история о том, как волнуются родители, когда болеют их дети. Это тоже с какой-то степени психология. Поэтому я просто считаю, что необходимо действительно достойно выполнять свою работу, внимательно относиться к пациенту и к тому, что ты делаешь. Вопросы трудоустройства выпускников в Рязгому уделяют много внимания. Действует Центр содействия трудоустройства. Он разработал интерактивную карту России и карту Рязанской области, где представлены десятки вакансий, требования к молодым специалистам, условия труда и меры социальной поддержки. Среди них единовременные выплаты, предоставление жилья, льготного проезда и многое другое. Действует программа «Земский доктор». Именно, наверное, все-таки районное звено, ребята, дорогие, позволяет вырасти во врача, в личности. Потому что там вы порой бываете у постели больного одни, на дежурстве. Трудно кого-то пожать. Поэтому я призываю всех не забывать о том, что вот формирование врача как личности, как доктора Чеховского такого настоящего, наверное, можно только получить именно, вот скажем так, все-таки в районе. Стоит отметить, что Рязанская область вошла в число ведущих регионов по кумлектовности кадрами. Наши результаты выше средних по стране. И тем не менее, молодых специалистов готовы взять как в городские поликлиники, так и в районные. Открываются новые фоки, закупается оборудование. При этом распределения нет. Поэтому главы муниципальных образований готовы предлагать уникальные условия для привлечения выпускников. Среди них Шиловский район. Откроется 92 врачей, из которых 60 имели операционную категорию, а 35 – выше операционной категории. И 276 – специалистов среди них среди медицинских работ. Нагрузка очень большая. Работы много. Работы много. 865 посещений только в акулаторных предприятиях помощи. Таким образом, перед выпускниками Рязанского государственного медицинского университета открыты буквально все двери. Часть молодых специалистов уезжает в соседние регионы. Например, Липецк, Тамбов, Смоленск. Другие продолжат трудиться на благо Рязанской области. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова